Доброе утро! Давно я не снимала влог. Не обращайте внимания на мои вот эти вот штучки. Я в общем решила проэкспериментировать. Вчера на ночь накрутила на вот такие специальные тряпочки. Набор покупала здесь в Америке. На влажные волосы, в общем, локоны. И посмотрим, что же сейчас с этого выйдет. Помните, раньше в старые времена мы накручивали на тряпку, на бумажку. Волосы получались вот такие вот бараньи локоны на утро. Я не знаю, что сейчас выйдет. Давайте посмотрим. Милые локоны получились. Конечно, волосы сразу подскочили, как будто бы я их подстригла, но нет. Теперь буду что-нибудь придумывать. Как-нибудь их распушу. Посмотрите, какая красота! Прелесть просто! Я в восторге. Печоку, кстати, я не накручивала на ночь. Оставила пряди, а утром уже докрутила на плойку. Потому что если бы я на тканевые вот эти бумажки накрутила, то было бы не очень красиво. Мне очень нравится такой африканский стиль. Класс! Эта укладка продержится очень долго. Если использовать сухой шампунь, то вообще неделю буду ходить. И, кстати, я сегодня еду на фестиваль, на пиратский фестиваль «Гаспарилок». Этот парад проходит ежегодно в Тампе с 1904 года в честь мифического пирата. Я не знаю, на самом деле, было ли это или нет, «Гаспаром». Этот пират, в общем, постоянно захватывал судно со своей командой. И в один прекрасный момент его все-таки поймали, но он не сдался. Он себя окутал цепью и сбросился в море со словами, типа, «Это не вы меня взяли, в общем, а я сам вот умер». Эта легенда так всем понравилась, что решили отмечать этот парад каждый год. И это происходит очень интересно. Якобы лодки, большие судна входят в Тампу и с пушками пытаются захватить. И там, в общем, проходит какое-то действие, целый спектакль. Действительно, спушечные выстрелы, по-моему, какие-то выстрелы еще, может быть, из пистолета стреляют. На детскую «Гаспарилу» мы не попали, к сожалению, потому что мы были в Санкт-Петербурге, катались на велосипедах. А вот сегодня взрослая «Гаспарила» им. Надеюсь, что я сейчас ничего не пропущу, потому что я выезжаю в обед. А, мороженое продают! Ура! Как круто! О, мороженое продают! Так, мы уже... Мы переходим дорогу. Тут, видите, полиция. Все в бусах. И нам нужно... А еще все в пиратских костюмах, да. Как круто! Что у нас тут? Продают разную еду. Как обычно, хот-доги, грил. Пойдемте. Ну да, тут детям вообще не место. Люди на своих лодках, в пиратских костюмах. Компеты! Компеты! Компеты кидают! Смотрите! Я не знала, что сюда нужно надевать пиратский костюм. Как на настоящий фестиваль, как на Каачелла. Все наряжаются, разукрашиваются. Если бы я знала, заранее я бы тоже какой-нибудь костюмчик пиратский надела, потому что здесь столько интересных костюмов прикольных. Класс просто! А я вон! Оля тоже вон! Просто, просто девушки. Ну, здесь прикольно. Гаспарелла! Самые шикарные костюмы! Просто восторг вообще! Сейчас здесь будет проходить парад! Хватит пиратской костюмы! Всёます! Всё EST worker? Всё нормально! Снимательно! Снимательно! Set! rzyмите! Wallace двери artской костюме! Сce landlords MAN. Я поймала бусы! Прямо в руки попали мне! Настоящие пушки! О, как круто! Какой закат! Здравствуйте! Здравствуйте! Можете объяснить моим подписчикам, что это Гаспарелла? Гаспарелла, пираты приехали из страны. В Казахстане в Северной войне, они проживали Тепа, и они приедут в Казахстане, и все вместе с ним в Казахстане. И в городе решили присоединиться вместе и общаться с ромом вокруг города. И вместо войны мы решили иметь фестиваль и приобрести вместе с городом. И это Гаспаррилл. И мы приобрели и праздничаем университет пиратов и людей в городе Тэмпо, которые приезжают вместе и хотят весело, партия и ром. Да, вы часто спрашиваете, когда я ухожу из дома вечером на мероприятие там или куда-нибудь, с кем остается Сара? Сара, с кем ты остаешься? С Валерией. Кто это? Няня. Вот. У нас есть нянечка очень хорошая. Я ее ненавижу. Было очень весело, но детям абсолютно не место было, правильно говорят, потому что там был беспредел, как обычно на фестивалях, куча людей, все такие вот, все вот такие вот. Был парад. Люди, много людей были приодеты в пиратские костюмы и видно, что люди готовились заранее, что уже не первый год посещают данные мероприятия. Я, если бы знала, я тоже что-нибудь такое нацепила на себя. Вы же меня знаете, я могу. Но я не знала, что нужно, как бы все разряжаются. В следующий раз? Да. Я приехала посмотреть. Да, в следующий раз Сара пойдешь на детский. Там детский за неделю идет. Вот. И потом я пойду на взрослый, наверное. Так что я вам рекомендую, если вы вдруг будете в это время в Тампо, советую посетить такой парад. Вот такой вот интересный и необычный парад. Мне очень понравилось. Класс. Мы идем снова в буфет. Я уже снимала для вас буфет. И Сара хочет мясо-суп с рисом. А я не знаю, где его сейчас купить ночью. Потому что наш азиатский магазин закрыт. И до него ехать 40 минут. Вот. И мы получим в буфетик. Есть суши и рис. Но я хочу взять с собой суши. Хочу попробовать. Можно ли взять с собой на вынос? Потому что там же платят за вход. Ты платишь за вход и ешь сколько хочешь. И мне интересно, разрешат ли они на вынос. Стейкаут. Сейчас бежали домой. У нас такой холод. Ливень. И Сара упала в лужу. Прям пятой точкой своей. И лежит. Быстрее раздевайся. В общем, вот то, что мы набрали в буфете. В общем, здесь очень много суши. Я думаю, что на троих человек. Затем я взяла мисо-суп. Сара любит мисо-суп. Целая вот баночка. Рис к ней. И сладкие вот здесь пирожные. Я отдала за это все 25 долларов. И еще самое интересное, чтобы было на развес все. Потому что я набираю, набираю. Думаю, интересно на развес или нет. Да, на развес. Это для тебя с крабовыми палочками. Иди, руки мой. И вот. Что еще? 25 долларов. Ну, здесь очень много. Я прям набрала с лососем. Все. В принципе, недорого для Америки на двоих. Мы будем это есть два дня точно. Тем более, суп Сара будет есть два дня. Я знаю. Тут много. Здесь где-то 500 миллилитров. Ну что, приятного аппетита. Завтра понедельник. Сара идет в школу. И у них, я вам уже показывала такие вот дневники. Называется BeBinder. Куда они записывают вот этот листочек с тем, какие книги она читает. И знаете, в чем прикол. В общем, вы записываете каждый день, какие вы читаете книги. И затем вам дают пиццу. Сертификат на пиццу из Pizza Hut. И если вы прочитаете больше 15 книг в месяц. То есть это так классно мотивирует деток. Ну и здесь расписание и так далее. Новая неделя. Я должна каждый день расписываться, что я проверяю дневник. Открыла дневник. И по понедельникам Сара возвращает книги в школу, в библиотеку. И берет новые на целую неделю. Вот. Домашку не задают в первом классе. По крайней мере нам на выходных. Все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. До следующего влога.